так всем привет меня зовут только вы на канале о вязании сегодня 14 14 4 ноября это начало нового влога блог это будет достаточно коротенький но для того чтобы что-то было интересное а мы с вами поговорим на другие темы пока я повяжу очень расскажу чем я занималась на выходных я сейчас перешла в такой режим типа энергосбережения некоторые могут сказать что это нифига не энергосбережения это такая же работа вот но дело в том что за октябрь я очень сильно напряглась так скажем сняла очень много мастер-классов и много игрушек было связано поэтому очень большая нагрузка была на меня и сейчас я хочу немного расслабиться плюс много вышло много 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 вышло видео на канале и из-за этого я получила большое количество обратной связи я конечно очень рада обратной связи но я чувствую что просто энергия у меня иссякает и я начинаю иногда вести себя не очень адекватно так скажем когда я начинаю нарываться на конфликты это значит что с моим организмом что-то не так что-то пошло не ту сторону может начал просыпаться во мне скорпион как это раньше бывало когда я конфликтовала по поводу и без вот в общем нужно мне своего скорпиона усмирить свою темную сторону поэтому я немножко решила в такую побыть пару дней недельку более спокойном состоянии не участвовать нигде вот но тем не менее за эту недельку и за следующую будут выходить мастер-классы на елочные игрушки но так как я их сняла в октябре я их просто буду в ноябре выпускать поэтому здесь от меня мало что зависит так скажем вот так что вот такие вот дела ну и эта неделя три дня у меня будет так скажем рабочих потому что потом будут большие выходные мы уезжаем к родителям там я не знаю мне не очень получается хорошо там вязать вот возможно я полностью отключусь от вязания для того чтобы максимально восполнить свои силы и энергию но то что я ушла так скажем на отдых восполнить свои батарейки это не значит что я ничего не делаю во первых я вижу носочки мне кажется что это пряжа не ализе классик лана gold а это как будто лана тик которая немножко тоньше пряжа почему не знаю что подсказывает что это другая пряжа хотя такого коричневого цвета вроде не покупала ализе классик вот в общем я вижу носочки в принципе они уже практически связаны если я вязала на размер 37 но я тут набирала они такие широкие то есть на мужскую ногу если мне пряжи хватит есть вижу на 44 размер если не хватит то будет на 42 размер вот буду тут смотреть на сколько мне пряжи хватит вяжу по прямой сейчас резиночкой 2 на 2 пятку вывязывала бабушкину такую квадратную пятку вот клин подъема тут вывязала так вывязываю когда я набираю вот по этой стороне петельки плюс то что остается от средней части пятки мне нужно сравнять то количество с тем количеством петель которая на другой спице и вот я их убавляю здесь получается такой клин подъема красивый убавляю в каждом ряду вот чем я еще занималась я закончила мишку которого показывала в конце прошлого влога там когда я написала что ухожу подзаряжать батарейки часть подписчицы спугались сказали что не будет марафона нет марафон будет обязательно на марафон будет где-то в середине ноября я уже полностью оформила мастер-класс подая в формате на этого медвежонка осталось мне снять видео но я хочу все таки немножко отдохнуть а потом уже снять мастер-класс видео мастер-класс потому что очень много я хочу дать информации я попыталась прописать основные такие моменты в текстовом виде но слабо у меня это получилось сейчас девочка одна тестирует если у нее там получится все понятно будет конечно будет классно но я бы хотела видео рассказать потому что там есть моменты в общем нужно рассказать более подробно вот так что вот такой мишка получился он полностью на нитяном креплении причем такое нитяное крепление не стандартно для мишек теди я отдельно креплю голову к туловищу и потом отдельно креплю ножки и ручки ножки и ручки я креплю как мастер-классе про олененка если кто-то смотрел и вот для мастер-класса я снимала вот этого вот мишку фотографии когда делала он получился немножко другой немножко мордочка у него получилось по-другому скорее всего из-за того что я сделала утяжку наряд ниже да а тут наряд выше утяжку вот про это я хочу рассказать видео мастер-классе вот такой мишуля но так в принципе больше они ничем не отличаются а ушки я тут по-другому вывязала у этого более завернуто сюда ушка вперед а и у этого нет и еще я протестировала это же описание на ярнард ирис вот такой малыш получился эти малыши по 10 сантиметров а вот этот малыш всего 5 сантиметров очень сложно было его вязать вообще очень сложно я вязала крючком 07 и очень большой косяк здесь в том что я поставила очень широко глаза ему очень широко прям надо было намного уши делать ему глазки тоже такой интересный симпатичный получился такой бантик у него тоже вот лапки у них такие завернуты эти в этом мишке я лапки не набивала они такие плоские набивала только ножки тоже нитяное крепление полностью вот такие малыши картыши получились еще я собираюсь а еще я начала тестировать это же описание но и софте и в общем покрасила решила не приваливать раньше я приваливала вот эти вот черные круги вокруг глаз у панды черной шерстью я приваливала тут решила нарисовать этим краской масляной сейчас я возьму салфетку сразу на всякий случай и мы посмотрим высохла или нет но сегодня что-то я смотрела не высыхает видит краска тонюшка у меня болеет так что извините на там кашляет на заднем фоне очень не высохла еще мордочка я надеюсь что она высохла и вот здесь вот начало уже мараться это надо будет все подстричь но в принципе краска как выглядит мне нравится остается один вопрос а высохнет ли она может быть я вечером попробую промокнуть это все сухой салфеткой то есть голова связана точно по такой же схеме крючком номер один а этот мешкой связан крючком 1.25 но и софте получилось больше голова такой такой интересный малыш получается в общем он сохнет и еще я что-то рискнула захотелось мне немножко видоизменить лисичек которых я вязала изменял схему и у елена черчик и лисичек вот решила сделать немножко по-другому поменять очень новую схему создать и конечно ее тут надо доработать я вязала жаккардом очень плохо здесь связано жаккардом и софте лучше не вязать это мне надо будет учесть раз и здесь съехал жаккард тоже мне надо будет учесть это вот но зато на этой вот лисички я поняла что хочу снять одно очень интересное видео для тех кто вяжет игрушки в общем там будет такая сборная солянка какие-то секретики лайфхаки такие о том что лучше делать в игрушках вот например я поняла что когда мы вяжем такие мордочки как у лисичек остренькие если начинать вязать от носика то носик получается очень толстый объемный я здесь решила вязать наоборот затылка то есть я затылка начинала вот это вот вязала и носик уже вывязывала потом вот когда заканчиваешь вязание может можно получить более острый нос это я поняла когда вязала серию вот этих елочных игрушек новогодних я там нескольких мастер-класса говорила что эти игрушки можно вязать и сверху вниз но во первых убавки красивее смотрится чем прибавки когда мы вяжем на полотне где эти прибавки и убавки видны это раз и во вторых когда мы сверху начинаем мы начинаем либо ну с четырех столбиков без накида очень сложно начать и все равно получается очень такое закругленный вверх вот в общем такие вот разные секретики хочу снять отдельное видео у меня прям такой огромный там список получился на вдохновение прям быстренько быстренько все стало записывать чтобы не упустить никакие моменты и вот когда я отдохну немножко плюс я еще если слышите немножко заболела говорю в нос хочу немножко выздороветь и вот хочу снять это видео про лайфхаки по вязанию игрушек и хочу снять мастер-класс вот на этого мишку в двух частях в первой части будет попетельное вязание всех деталек а во второй части сборка и оформление то есть первая часть нужна будет в принципе только для тех кто начинает вязать игрушки там будет как делать убавки как лучше делать как наполнять холофайбером вот в общем такое вот первой части будет а во второй уже оформление там для тех кто уже вяжет игрушки будет интересно посмотреть послушать ну и я не буду сегодня еще заканчивать этот кусочек покажу вам что мне приехало с Китая тут посылочку забрала в общем приехали мне такие штучки для детей купила спиннеры а еще купила вот такие вот ручки маленькие здесь включается так вот фонарик он меняется и его можно крутить как спиннер ой давайте быстренько раскрутим вот таким вот образом выглядит такие ручки купила они разноцветные и еще я покупаю вот такие вот зарядные устройства это магнитное зарядное устройство оно шуршу немножко значит здесь состоит из двух частей одна часть вставляется в телефон а вторая часть вот так вот приклеивается потом минус этих зарядных устройств то что когда дети смотрят телефоны когда телефоны заряжаются стоят на подзарядке в общем они переламывают вот здесь вот кабель и перестает идти постоянный контакт он идет прерывисто и телефон не заряжается поэтому я заказала еще запасные вот такие вот зарядные устройства стоят они там если с кабелем брать полностью и эту насадочку и кабель стоит по моему полтора доллара в принципе очень удобно вот у нас есть удлинитель там где есть usb порта сейчас розетки продаются где только usb можно вставлять и такие зарядные классные пользуемся мы уже получается лето сначала лето пользуемся этими зарядными устройствами и все классно телефоны работают все нормально проверено вот очень удобно то что они магнитные да то есть в телефоне вот это вот гнездо не разломается но проблема в том что разламывается вот это вот гнездо вот и это еще не все это все что пришло с китая мне но я хотела еще поговорить над темы что-то написала про комментарии а что я хотела про комментарии поговорить а все поняла так сначала хочу ответить на один комментарий под прошлым влогом да под прошлым влогом задала мне девушка комментарии что который раз видит у меня во влогах игрушку по которой потом выходит у Ани Карелина или Сани колбаса мастер-класс типа как так почему так происходит я наверное на этой неделе выпущу болталочку про вязание игрушек но не с лайфхаками а там тег будет по тегу по-моему я снимала вот чтобы разнообразить мастер-классы которые будут выходить на этой неделе и там я по-моему рассказывала про то как я начала создавать свои игрушки дело в том что в прошлом году Аня искала себе сотрудницу или сотрудников я не знаю может еще кто-то на нее в той же сфере работает в общем тот кто будет писать и оформлять мастер-классы изначально она мне давала схему написанную от руки сфотографирована и я должна была связать по этой схеме отфотографировать все этапы мастер-класса и потом мастер-класс собрать и отдать ей вот плюс фотографии нужно было сделать в неф формате для того чтобы она потом смогла их обрабатывать так как она хочет их обрабатывать мастер-классе все фотографии должна обрабатывать я я так и делаю и обрабатываю вот а в конце прошлого года у Ани как у многих мастеров как вот у меня сейчас я вот думаю как исправить здесь вот эту вот оплошность что съехал так нос в общем бывает у мастеров такой затык когда ты видишь в своей голове идею но не понимаешь как сделать не получается вот и Аня мне как-то написала вот у меня такая-такая идея есть я пока что не знаю как сделать поэтому подожди пока что мастер-класс мы писать не будем я говорю нарисуй мне что ты хочешь я попробую это связать в общем она мне нарисовала я связала ей понравилось я сделала мастер-класс с этого с тех пор у нас пошла такая вот политика так скажем она либо рисует либо просто мне говорит вот как весной она мне написала говорит нужно связать три игрушки зайчика хомяка и овечку как оформлять их что с ними делать какое цветовое сочетание что хочешь делай мне все равно вот главное вот эти вот три игрушки либо она может мне нарисовать и сказать вот свяжи такую игрушку потом мы пробовали по иллюстрации мастерицы вот этот полосатый кот и зайчик я вязала по иллюстрации а тут недавно она связала на вязальной машинке мышку ёлка-мышь и потом говорит нужно такой же сделать мастер-класс но связать крючком конечно же та схема которая была для спиц она не подошла потому что по той схеме получилась бы мышь очень-очень маленькая где-то буквально 10 сантиметров это не совсем Анин формат то есть я ещё должна когда создаю игрушки для Ани я должна переключиться от своего так скажем стиля вот таких маленьких игрушек я должна переключиться на Анин стиль когда это такое смешные забавные необычные сувенирные игрушки вот нужно переключаться именно на её стиль ну а тут мне было проще она показала мне спицевый мастер-класс и я просто перевела его в крючковый мастер-класс тоже оформила всё вот и когда я вот Ане отдаю этот мастер-класс только один мастер-класс который я делала это вот полосатый кот и зайчик мы решили попробовать новый формат когда будет двойное авторство но мне не очень такой формат понравился потому что я не умею мастер-классы продавать у Ани уже есть хорошая площадка на платные мастер-классы поэтому я решила лучше пусть она мне хорошо заплатит за получается за целый мастер-класс но я не буду на него иметь никаких прав то есть то что вы игрушки видите спрашиваете я вам не могу продать эти мастер-классы всех я отправляю к Ане если это мастер-класс по игрушке Ани вот такие вот дела это на вопрос что почему выходит у Ани мастер-классы на игрушки которые я вяжу да мы с ней сотрудничаем уже второй год получается меня устраивает Аня как коллега так скажем я наверное для нее получаются руки она мозг а я руки она придумывает идею я воплощаю вот такие дела потом следующий вопрос который я хотела поговорить это про мишек софте я вставлю фотографию потому что я уже все игрушки которые я за прошлый месяц связала я их убрала в коробочку чтобы они не пылились не стояли у меня на виду все убрала не буду их доставать покажу на фотографии спрашивали есть ли схема на этих мишек из софте из софте мне очень сложно вам снять мастер-класс схема у меня записана но вот эти два мишки они связаны по одной схеме но получились совершенно разные потому что одного мишку вот я вязала с морды к затылку а второго от затылка к морде схема одна и та же но там тоже есть особенности я уже писала кому-то кто-то просил схему я говорю напишите мне где-то в соцсетях я вам схему просто письменную сброшу а вы вяжите разбирайтесь как хотите не смогу я снять мастер-класс на этих мишек потому что из софте ничего не видно это раз во вторых мне будет очень сложно вязать из софте на камеру потому что когда вяжешь в принципе из софте это очень сложно сделать а через камеру вообще невозможно это два и три эти мишки не будут такие классные смотреться из другой пряжи вот это три поэтому возможно я доработаю как-то эту схему так что можно будет связать например из такой пряжи тех мишек вот такие дела в общем я что-нибудь придумаю в любом случае я сейчас очень много хочу мастер-классов снимать делиться но я говорю что я чувствую когда начинаю чувствовать что у меня истощается энергия я заставляю себя сказать сейчас прям сейчас стоп чтобы потом не развалить свой организм полностью и не развалился мой план совсем вот поэтому буду потихонечку и так я много мастер-классов сняла поделюсь обязательно обязательно берите терпение на платные мастер-классы я пока переходить не хочу потому что это нужно развивать какую-то площадку где эти платные мастер-классы будут продаваться у меня сил на развитие такой площадки нет я решила что я лучше буду снимать платные мастер-классы ставить туда много рекламы и развивать свой канал вот и через канал именно зарабатывать деньги а не на платных мастер-классах так ну и еще один вопрос я хочу разобрать этот вопрос по поводу комментариев я в каждом видео по моему говорю огромное спасибо за то что вы пишите мне комментарии огромнейшее спасибо вам я всем отвечаю вернее всем комментарии тех людей которые мне приходят в творческой студии на телефоне когда я эти комментарии вижу я всем 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 отвечаю если вдруг ваши комментарии не пропускает youtube они попадают спам либо там еще какие-то сбои на те комментарии я не отвечаю с компьютера я вообще не отвечаю на комментарии потому что мне лениво заходить и там читать мне проще это все сделать на телефоне где-то на ходу на улице когда там где-то я гуляю либо жду в очереди например на почте или даже в магазине если стою могу ответить на комментарии с компьютером дома у меня есть много других занятий потом много комментариев стало приходить у меня в инстаграме он начал так активненько развиваться тоже большое спасибо что вы подписываетесь что вы пишете комментарии там тоже я последние сты в течение где-то 3-4 дней проверяю на наличие новых комментариев для того чтобы не пропустить плюс есть девочки которые вяжут по моим мастер-классам присылают мне свои фотографии мне очень приятно огромное спасибо и и я стараюсь тоже эти все посты ваши публиковать в своих stories я уже в вечных stories там немножко освободила место добавила новую вкладочку вашей работы и туда буду потихоньку сохранять ваши работы там вы сможете найти свои посты и к чему я это клоню к тому что так как началась такая достаточно бурная активность на моих соцплощадках я очень боюсь что я буду пропускать какие-то комментарии и поэтому я заранее хочу попросить прощения у тех если вдруг я ваш комментарий не заметила это не значит что я не хочу замечать ваш комментарий это значит что я просто не заметила если я не заметила один два три раза я никого вроде так не игнорю кроме организатора этого марафона вот больше у меня в бане ну есть девочки по мастер-классам которым я вязала в марафоне том злосчастном это смотрите предыдущий влог я там рассказывала про марафон и что там случилось на этом марафоне вот и суть в чем есть одна мастерица у которой я училась я когда ее отмечаю на своих работах когда пишу ей комментарии под постами она меня игнорирует сколько раз это было причем когда я покупаю у нее курсы она мне с радостью сразу отвечает потом она что-то вроде как хотела со мной сотрудничать я ей написала она проигнорировала мое сообщение и дальше стала меня игнорить мне очень обидно просто так обидно и у меня сейчас такое состояние что я хочу ее переплюнуть и хочу чтобы она потом ко мне обратилась в рамках сотрудничества а я бы ей сказала нет я не знаю сделаю я так или нет в принципе сотрудничать мне до сих пор с ней очень хочется но желание такое есть на столетии и мне не хочется чтобы на моем месте когда вот так вот игнорят оказался кто-то из вас поэтому если я вдруг вас не заметила не заметила ваших комментариев не заметила ваших постов напишите мне на всех площадках скажите блин какого хрена ты меня игнорируешь что я тебе сделала вот и мы будем разбираться с этой ситуацией я либо скажу что вы мне перешли дорогу и я не хочу с вами общаться либо я очень сильно извинюсь и скажу что сейчас все исправлюсь сейчас все будет окей вот так что если вы пишете комментарии я не ответила заранее прошу прощения я не специально мне очень нравится то что вы пишете это очень вдохновляет на новые работы я вижу что мои работы находит вас отклик что они вам нравятся значит мне нужно двигаться только вперед вот как например с этой висичкой вот у меня было где-то уже два года одна игрушка лисичка я вот сейчас решила что я хочу сделать ее совсем по-другому сделать совсем по-другому лапы оформить ее сделать более натуральной добавить немножко тонировки может быть вот чтобы ее изменить и я расту я развиваюсь вот благодаря вам вот такие вот дела ну что ж на этом все в принципе у меня на сегодня работы нет пойду лечить свой нос вот Танюшка наверное уже скоро будет потеву просыпаться поэтому мне надо закрывать свой болтливый рот увидимся завтра покажу что я свяжу наверное покажу вам готовые носки а может быть готовые лисичку посмотрим все до завтра тогда вторник 5 ноября голос у меня вообще пропадает все заложено просто ужасно нос дышит а вот то что ниже гортань просто кошмар поэтому я извиняюсь за свой голос это какой-то ужас надо мне наверное молчать но в принципе я чувствую себя намного лучше наверное вот это вот все там отойдет и все будет прекрасно младшая дочка на антибиотиках пошла на поправку все все прекрасно через недельку я надеюсь что мы вдвоем с ней будем в строю я смогу снимать нормально с нормальным голосом а она пойдет с садик для того чтобы я смогла снимать так ну как я и обещала я закончила носочки вот такие носки у меня получилось что осталась эта моточка там буквально наверное метр может полтора метра вот они выглядят конечно так колбасками стянутыми вот но так как за счет резинки они очень хорошо облегают ногу очень классно они на размер 44 но даже я могла могу на свой 38 размер 37-38 одеть немножко вот тут вот подсобрать резиночку и тоже в принципе можно сказать что и на мою ногу но пятка большевата большевата конечно на мой размер вот так что еще одни носочки в копилочку к этому новому году готовы значит что я еще делала я вчера все ждала когда это панда высохнет но она все никак не хочет высыхать я не знаю что делать не высыхает краска смотрите как она мажется очень сильно мажется не высыхает либо я много ее добавила тут она уже двое суток получается сохнет и никак не высохнет грязно ну то есть руками тут и тронешься и грязь будет она вся будет грязная не знаю подожду еще но это не дело если таким способом делать я например когда приваливала глазки черным цветом получается я приваляла и все игрушка готова а здесь я уже двое суток жду когда эта голова вообще высохнет конечно печально печальная история он так симпатично получилось краской но не знаю не знаю не знаю вот тут мажется уже но это я состригу тут берется так на руках тоже еще вот есть ну может завтра высохнет не знаю посмотрю потом лисичку значит вообще ужасно получилось все у меня пошел полный спад если посмотреть значит вообще никак не получилось нос тут плохо вышивать здесь плохо нужно делать обязательно нос из полимерной глины потому что нос здесь получается ниточка на ниточке нитку погоняет очень много здесь петелек набивки здесь практически нет иголка не входит даже самая тонкая иголка вышивать было очень сложно вот и нос получился такой кривой плюс еще белое это в общем не знаю что с этой заготовкой буду делать пока что не знаю откладываю ее тоже до следующей недели даже не буду браться но зато у меня получилась вот такая вот снегурочка я тут минимально ее сделала такой маленький ротик хотела сделать белки но белки тоже у меня не получились в общем у меня сейчас ничего не получается это бывает творческий кризис когда что не возьмешь все получается фигово нужно принять эти моменты и пару дней пережить просто не создавать ничего нового вот чисто так на расслабоне что-нибудь делать даже я бы порекомендовала в такие моменты себе заняться чем-нибудь другим например кукол что ли поделать нет но кукол опасно там тоже надо творческий подход вот носочки буду вязать там сильно так думать придумывать ничего не нужно вот такая вот снегурочка получилась ну практически меня все устраивает вот так что будет мастер-класс с дедом морозом вот такая снегурочка сейчас найду деда мороза вот деда мороз и снегурочка они связаны по одинаковой схеме только цвета отличаются ну и само оформление игрушки немножко по-другому вот а так одинаково такие заготовочки и что я еще начала а еще у нас наконец-то продолжилось тестирование послоннику от девочки Вики она создает мастер-классы пригласила меня в тестирование в группу по тестированию у меня была очень долго заготовка вот этого головы потом Вика заболела вот вот и наконец-то она в строю вот и продолжает нам присылать продолжение мастер-классов будет такой вот слоник вот ну и что у нас я снова взяла японские узоры буду вязать в носочках вот этот узор 154 250 японских узоров буду брать именно вот эту вот часть без боковых косичек вот эту вот часть хочу взять будут оживные носочки сейчас я закладочку положу значит вот такие носочки у меня получаются узора тут пока что ничего не видно ну сильно здесь виден и не будет потому что я вяжу сама делаю меланжевую ниточку спицы номер два с половиной это а по метражу я даже не скажу какой метраж ниточки будет я использую Ализе Мерина стрейч в прошлом году вязала мужу своему носочки они очень быстро протерлись я решила эту ниточку совмести с чем-нибудь потому что она у меня уже который год лежит хочу ее вывязать у меня три моточка есть и вот такую пряжу еще взяла увидела у Галины как-то и выпросила у нее моточек такой пряжи я хотела связать детям жилетку а потом подумала что будут очень классно смотреться носки у нее такой пушочек есть вот и с белым цветом такой получается меланж вот скоро будет переходить зеленый в голубой потом будет синий фиолетовый вот так тут получается тут получается как-то странно цвета распределены ну я буду носки наверное вязать все-таки разные будут вот такие вот носочки потому что если из центра брать если из центра брать тут фиолетовый цвет а зеленый только вот здесь вот причем мне вот этот вот зеленый нужен сразу после красного нет тут такой розовый потом такой фиолетовый тут фиолетовый фиолетовый такой темный такой фуксиево фиолетовый цвет потом снова вот здесь вот только повторяться начинают эти моточки вот конечно можно вот эту вот часть вынять может связать одинаковые носочки а из остатков связать то что получится в общем я подумаю что я буду делать простите я болею кашляю не понимаю может некоторым неприятно это слушать но прекращать съемки я полностью не хочу потому что мне потом будет очень тяжело разойтись разговориться сегодня я обнаружила что видео которое я смонтировала мастер-класс вот это вышел по по елочке вышел мастер-класс вышел мастер-класс по снеговику сегодня завтра будет болталочка выходить и в четверг снова надо мастер-класс я его смонтировала залила и тут случайно нажала его просмотреть и оказывается что я один кусочек видео не перевернула и там получается он вверх ногами пришлось мне монтировать этот мастер-класс заново у меня очень плохая зарядка на компьютере и у меня короче половина видео рендерится то есть начинает обрабатываться и потом компьютер выключается вот так что я надеюсь что пока вот я ходила за ребенком опять компьютер выключился я не знаю как мне смонтировать видео да он опять выключился блин надо покупать новый компьютер все таки надо покупать печаль печальная как монтировать видео непонятно вот такие вот дела так что такая вот продолжать вязать пяточку вязать и потом буду продолжать вязать узор это носочки будут на 37 размер так что вязать мне не так уж много но тут спицы поменьше там я вязала на спицах номер три с половиной тут спицы два с половиной маленькие вот такие вот дела так что такая вот печальная история после такого хорошего взлета за октябрь за октябрь конечно сейчас все не так и здоровье подкосилось и техника подкосилось и в общем и погода тоже сейчас темно прошлый кусочек видео был очень темный и этот кусочек тоже темноватый ну так более менее но все равно темно вот ну и все все что я вязала все не буду больше задерживать ваше внимание завтра увидимся завтра будет последний кусочек видео в четверг а четверг знаете тут непонятно поедем мы в четверг к родителям или нет возможно мы поедем в пятницу и возможно будет это в принципе полноценный влог там посмотрим в общем завтра по любому увидимся поговорим как я продвинусь по этому носочку игрушки пока что вязать наверное не буду все до завтра ну что ж сегодня среда сегодня я закончу снимать влог потому что потому что мы все таки уезжаем но наверное не сегодня уезжаем завтра влог вы увидите в в в в в в субботу да на этой неделе понедельник вторник вышли мастер-классы в среду вышла болталка о вязании игрушек четверг пятница выходят мастер-классы в субботу будет влог в воскресенье будет мастер-класс это будет пять игрушек и на следующей неделе мне надо как-то выложить пять игрушек у меня одна игрушка не готова что же делать как же быть ладно будем решать вопросы по мере их поступления значит на следующей неделе мне как-то по-любому надо снять мастер-классы ну ладно я с этим разберусь как-нибудь так закончила я вчера вязать носочек вот такой узор здесь получился на такой пряжи меланжевый узор практически не видим на маленькую тоненькую ножку ну как маленькую это на размер 37 но не на полную ногу на худенькую ножку вот и начала вязать следующий носок и такой облом я все-таки вынула вот эту вот внутреннюю часть там где цвет повторялся и в этой внутренней части получились что секции совсем другого размера то есть тут мне хватило на резинку на пятку полностью на клин подъем вот этот вывязать и только потом цвет поменялся а тут получается я резинку не закончила поменялся вот на этот зеленый цвет сейчас пятка заканчивается и будет уже вот этот цвет в общем носки вроде похожи но в то же время будут разные и что делать с этим здесь по одному цвету каждого остается в общем не знаю хочу носки связать потому что мне этот эффект очень нравится во первых то что пряжа стрейчевая они такие облегают хорошо резиночка тут прекрасно форму держит и у них такой классный пушочек есть мне он очень нравится так что хочу все таки эту пряжу упустить на носочки и еще у меня готов еще один малыш тадам посмотрите на это чудо я его все таки закончила краска высохла вот очень долго сохнет не знаю буду ли я еще пользоваться такой краской вообще мне должны прийти кстати надо посмотреть по-моему должна прийти пастель масляная у меня вся пастель просто сухая пастель я по-моему заказала из Китая масляную пастель в общем этот мишка связан по моему мастер-классу вот по такому мастер-классу таких мишек и вы как раз будете смотреть это видео 9 ноября а 13 ноября будет стартовать будет стартовать этот онлайн по вязанию игрушек и я так и не разобралась все таки что там будет с этими с с условиями участия в общем следите у меня в инстаграме по-любому будет что-то написано на страничке буду приглашать вас на этот марафон там мы будем с вами вязать вот таких вот мишек вот все покажу расскажу ну и конечно мне надо было бы подготовить видео хотя бы по оформлению и сборке потому что там есть моменты такие тяжелые здесь сразу вывязываются ушки сразу вывязывается хвостик как можно сделать крепление расскажу ручек как показано в мастер-классе и как я делала например на вот такой маленькой игрушке тут немножко по-другому нитяное крепление сделано ручек и ножек вот этот мишка связан из ализе софте по той же схеме крючком номер один но он получился самый большой по размерам он вышел 12 сантиметров вот такой малыш смотрит из-под лба очень классно получился такой симпатюля может вот так учить только тут лапки такой интересной формы у них как будто чешит себе животик я наелся мелодика так что медвежата очень классные я надеюсь что вы присоединитесь ко мне в этом мастер-классе все расскажу покажу как это все делать буду отвечать на ваши вопросы очень буду стараться на следующей неделе снять мастер-класс по этим мишкам наверное я сниму заготовки все таки и сделаю одну часть по оформлению описание будет в общем сделаю такой же мастер-класс как я делала на олененка и на мышку то есть описание да в видео будет видео идти оформление буду полностью делать с вами чтобы все-все-все моменты непонятные все вместе с вами разобрать чтобы все было ясно и понятно вот так что вот такой малыш у меня еще появился такой смешной ну и на этом я заканчиваю значит на четверг пятница суббота воскресенье что я по планам собираюсь делать я буду вязать носочки значит вот эти носочки буду вязать возможно вот эту бомбинку возьму и еще свяжу носочки пускай они разные будут но тоже свяжу и что еще возможно возьму пряжу свяжу мужу шапку еще одну хочу резинкой связать три на один наверное и возьму может еще что-нибудь повязать может варежки детям кстати я думала может варежки связать с такого сочетания они будут тепленькие тоненькие может быть разноцветные варежки детям свяжу или перчатки так что вот такие вот дела я надеюсь что вы были довольны этим маленьким влогом он получился маленький с моим охриплым голосом но я уже себя чувствую хорошо я уже выздоравливаю уже потихоньку все откладывает у меня вчера конечно голос я очень сильно теряла сегодня восстанавливается все сказала я и опять голос пропал так что вот такие дела поэтому ставьте лайк подписывайтесь пишите ваши комментарии не пропускайте новые видео на следующей неделе будет продолжение мастер-классов по елочным игрушкам также будет там болталочка потом еще надо будет мастер-класс по свинке смонтировать не пропустите марафон по вязанию мишек в общем будем с вами активно работать будем активно общаться вязать будем все делать вместе на этом все большое спасибо за внимание до новых встреч пока пока